Но потом появились тюльпаны. Изданный в 1841 году текст под названием «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы» говорит нам, что в 1635 году голландские богачи были очарованы тюльпанами, и каждый уважающий себя человек был обязан иметь их у себя. Особенно ценились редкие сорта с необычным узором, который менялся с каждым цветением и делал каждый бутон уникальным и неповторимым. Цены на такие тюльпаны были выше и росли быстрее, чем на остальные. Увидев, что цветы быстро растут в цене, предусмотрительные инвесторы начали скупать их. К 1636 году торговля тюльпанами стала очень популярной. Поначалу покупались целые тюльпаны или луковицы, которые давали генетическую копию тюльпана, который вы видели у продавца. Но это ограничивало торговый сезон сезоном цветения тюльпанов. Ведь чтобы купить цветок, вы все-таки должны видеть, какой сорт вы покупаете. Но все изменилось, когда торговцы цветами начали предлагать контракты на тюльпаны, которые еще не выросли. Теперь люди уже покупали не тюльпаны, а контракты, которые позволяли им купить тюльпаны. По сути, получился фьючерсный рынок, который быстро вышел из-под контроля. Можно было купить контракт, а потом сразу же найти кого-то, кто купит его у тебя за более высокую цену. Некоторые контракты переходили из рук в руки по 10 раз в день, и цена увеличивалась с каждым обменом. Это привлекало все больше инвесторов. Все в Нидерландах начали вкладывать свои деньги в тюльпаны. Плотники брали кредиты под залог своих инструментов, чтобы купить цветы. Трубочисты вкладывали все, что у них было. Люди раскупали все доступные тюльпаны. Стали происходить нелепости. Приезд же английский ботаник, не подозревающий о происходящем, разрезал одну луковицу тюльпана в научных целях и был отправлен за это в тюрьму. Туда же был отправлен и один моряк, который украл луковицу тюльпана и съел ее, подумав, что это обычный лук. Тюльпаны начали продавать за 5000 гульденов. Столько стоили шикарные особняки на берегу амстердамских каналов. Годовая зарплата плотника составляла 250 гульденов. Один чувак даже продал прибыльную пивоварню в обмен на одну луковицу тюльпана. Эти цветы, которые были нужны всем только для перепродажи, создали первый в мире финансовый пузырь. И когда он лопнул в феврале 1637 года, это разорило торговцев, а экономика Голландии рухнула.